Здравствуйте, дорогие друзья! Данное видео это продолжение тех самых видеозаписей о нарцистическом расстройстве личности. Для тех, кто знает меня только по видеозаписям о каких-то препаратах, гормонах и так далее, дорогие друзья, я еще являюсь автором книги «8 психотипов» в свое время, очень сильно во время учебы меня увекла психология. Ну и дополнительно я, соответственно, повышал квалификацию по психологии. Записываем мы в такой домашней обстановке, соответственно, традиционно все видео по психологии, так как они не являются, ну, так скажем, некой моей основной работой. Это, конечно же, скорее хобби. Соответственно, хобби, перешедшее уже непосредственно в работу в один момент. И вот теперь все консультации, все, что по психологии вы знаете, видите на канале, очень много видео, плюс моя книга «8 психотипов на Литрейсе». Кому интересно, переходите по ссылочке, читайте. Все это, в общем, и есть представлено в полной мере. И сегодня мы будем говорить о таких вещах, которые уже, в общем-то, я много рассказал о нарциссизме. И, наверное, если вы сейчас это будете смотреть, то вы будете смотреть как бы с середины, если вы даже не знаете, что такое нарциссическое расстройство личности. Поэтому, дорогие друзья, все, кто не знает, что такое нарциссическое расстройство личности, я приглашаю перейти в плейлист «Психология», найти немножечко, соответственно, об этом информации. Думаю, где-нибудь всплывут ссылочки в конце о нарциссическом расстройстве личности. А сейчас мы поговорим о жертвах нарциссов и о том, какие у них проблемы с гормонами. Дорогие друзья, очень часто люди, кто проявляет очень ярко свой эмотивный тип личности, люди, кто проявляет очень ярко какие-то такие, может быть, более плаксивые черты характера. Мужчины к этому относятся, потому что, ну, как бы для женщин это более естественное все же поведение. А вот для мужчин это, ну, как бы вот не очень у нас считается, да. И, соответственно, у таких людей может быть повышен эстрадиол, повышен пролактин или низкий тестостерон. Чаще ситуация с низким тестостероном складывается у мужчин. Но, однако, гипоандрогеномия, особенно в стадии раннего климакса или уже истинного климакса, свойственна и женщинам. Поэтому нельзя сказать, что тестостерон – ненужный гормон для женщин. Он очень даже нужный и влияет на ваше психологическое состояние. Также влияет на него дегидроэпидростерон, дегидротестерон и так далее. И каждый из этих гормонов будет влиять на ваше состояние. Таким образом, нетрудно ему заключить, что гормоны, которые влияют на психику, они влияют и на ваше поведение. А стало быть, если у вас проблемки с поведением, у вас постоянное чувство депрессии или перепады настроения, все что угодно, то, конечно же, если в вашей жизни присутствовал много лет токсичный человек или любой другой даже фактор стресса, даже если мы не говорим о нарциссизме, как-то справиться с этой задачей, вам будет очень сложно выйти из стресса, перестать нервничать, перестать ходить по кругу и наматывать себе вот эти вот флешбеки о вашей проблемной ситуации. Для того, чтобы грамотно выйти из, не знаю, созависимого состояния, депрессии, биполярного расстройства, чего угодно, помимо того, что да, вы занимается, можете там со мной как с психологом, вы можете записаться отдельно, причем я могу даже направить, порекомендовать к врачу-психиатру, нужно работать с гормонами, помимо этого, нужно работать обязательно с легкими седативными средствами, потому что что такое классическое занятие у психолога? Вот напишите мне в комментариях, пожалуйста, кто брал услуги психолога, любого, неважно, это может быть профессиональный психолог, просто его задача, профессионального психолога, это, соответственно, разговаривать с вами, и вы неизбежно будете ходить по кругу, и многие психологи еще этим грешат, они еще это усугубляют, подкидывают дров в огонь, и получается, вы постоянно как бы на флешбеках это обсуждаете. Если не помочь вам невекоментозно, если вы не начнете успокаиваться, расслабляться, входить в другое состояние сознания, у вас не получится выйти из этой ситуации. Вот уже многолетний опыт, канал существует 5 лет с нарциссами, я не видел ни одного человека, которого, если бы я не переубедил свое время, но перейти на легкое медикаментозное лечение, в некоторых случаях мы просто пили травы, не думайте, что там какие-то тяжелые антидепрессанты. Эти люди так и не выходили из своих флешбеков, они постоянно, постоянно ходили по кругу. Поэтому, дорогие друзья, суть одна. Если вы являетесь зависимым человеком, если вы знаете, что в вашей жизни был или даже есть регулярный стресс, не бойтесь прибегать к медикаментозной терапии, не бойтесь обращаться к специалистам, кто использует медикаментозную терапию, потому что не всегда от какого-то гормона вырастут усы. Яркий пример D3, витамин, который уже лет 15 у нас гормон, большинство относится к нему до сих пор как к витаминам, на пачке пишут витамины, но это гормон. Ни у кого усы не выросли, все по многу его пьют, кто-то чуть ли не пожизненно и так далее. Смотря какие гормоны. Есть множество хороших гормонов, в том числе окситоцин, который можно получать естественным путем выпуска. Я об этом снимал, кому интересно, в плейлисте будет. И я думаю, что по ссылочке в описании смотрите. То есть куча положительных, классных гормонов, которые научат вас жить заново. Существует куча классных медикаментозных препаратов, которые не давят, не вызывают зависимость. Которые, может быть, являются даже околомедикаментозными. Это не какие-то страшные транквилизаторы, от которых у вас загасит самочувствие, и вы будете там как зомби страшный ходить, значит. Нет, дорогие друзья. Все есть лекарство, все есть яд. Все дело только в дозе. Если вы хотите грамотно и эффективно выйти из стресса, если вы хотите грамотно и эффективно начать новую жизнь, используйте все средства для этого, которые предоставляет вам современный мир. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье.